Мы продолжаем. Украина призывает мировое сообщество ввести IT-санкции против Российской Федерации. 3 ноября международная санкционная группа Ермака Макфола наработала подробный документ, где указала все IT-технологии, которые должны стать недоступны в Российской Федерации. В офисе президента Украины подчеркнули, что информационно-коммуникационные технологии, микроэлектроника, интеллектуальная собственность составляют основу военного, военно-промышленного комплекса и правительства России в целом. Подробнее смотрите в нашем материале. Жесткие IT-санкции против России. Вот что нужно сделать безотлагательно. Так заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, война России против Украины уже стала наиболее технологически емкой в истории. Именно поэтому необходимы санкции и другие решения для ослабления военного и экономического потенциала агрессора. Несмотря на то, что многие страны, которые наложили санкции, ввели ограничения на продажу военных компонентов и воспомогательных систем для России, иностранное программное обеспечение, услуги, техническая инфраструктура, интеллектуальная собственность и другие менее материальные объекты пока не подпадают под санкции или ограничения. Именно поэтому наша экспертная группа взяла этот вопрос в работу и предлагает конкретные эффективные меры. Андрей Ермак, руководитель офиса президента Украины в Телеграм. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении 3 ноября заявил, что санкции в IT-сфере смогут ослабить военный потенциал российской агрессии. По его словам, IT – одна из опор войны России в Украине. IT используется для ракетного и дронового террора, производства военной техники, для кибератак и распространения дезинформации. То есть это одна из опор российской войны против Украины и свободы во всем мире. Мы предлагаем конкретный путь, чтобы сломать эту российскую IT-опору. Уверен, что выполним и эту задачу, соответствующие новые санкции против России точно будут. Группа Ермака Макфолы предлагает заинтересованным правительствам заблокировать доступ к IT, которые поддерживают российскую агрессию против Украины и которые позволяют России вести информационную и кибервойну против Украины. В офисе президента объяснили российские боеприпасы, ракеты, системы наведения, артиллерия, обороны и вооружения. Ряд видов тяжелой техники, танков, подводных судов базируются на иностранных компонентах или технологиях производства. После вторжения в Украину 24 февраля Россия начала реквизировать иностранные IT и макроэлектронные компоненты из потребительских товаров для военных. Поэтому больше не существует разницы между IT-товарами и услугами, которые поставляются в Россию для гражданского использования и теми, которые перепрофилируются для военного применения против Украины. Иностранные IT-компании обеспечивают российскую военную и пропагандистскую машины и сообщения на сайте офиса президента Украины. Разработанный документ группы Ермака Макфола содержит анализ сфер, в отношении которых следует немедленно ввести санкции. Объяснение, как это сделать и как соответствующие технологии поддерживают военную инфраструктуру России и войну в Украине. Главной рекомендацией документа является призыв заблокировать для России возможность использовать или получать IT, содержащие программное обеспечение, микропрограммы и компоненты, изготовленные любой страной, которая ввела санкции.